Привет, Лев! Рад видеть тебя ранним московским утром у нас в восемь часов. Доброе утро! Доброе утро! Я налил чай, готов к нашей беседе. Спасибо! Я тоже, у меня тоже есть кружка чая. Зима уже на исходе. Да, зима на исходе. Сегодня слышал пение птиц, которое такое обычно уже к весне наступает. Как в Москве сейчас погода? Ну, последние холодные дни погоды. Сейчас где-то в районе 18 градусов или 17 градусов мороза, но это последний день холодов. Потом будет резкое потепление, по прогнозу, аж до плюса. Часть снега растает, которого навалило сверх меры. Но если глянуть в окно, красота везде. Красота зимы, красота морозного воздуха, красота простора. Я живу в районе Ленинских гор, и у меня прямо из окна с девятого этажа видна вся Москва, как из Ленинских гор. Там Кремль, Москва-река, Москва-сити. Поэтому каждый день, работая за столом, я взгляд бросаю в окно и, боже мой, как красиво рождается во мне каждый раз это ощущение. Ты говоришь про красоту, и я хотел бы представить тебя немножко нашим слушателям, кто сегодня в записи слушает наш эфир. Владимир Майков, человек, на мой взгляд, действительно уникальный, уникальных людей или выпуклых, как Артем Агабеков любит говорить, не так много. И когда я про Владимира слышал еще много-много лет назад, это был такой мистический немножко образ мастера, немножко с таким ярким характером, который первопроходец, который двигает сферу знания о психологии, о человеке, об эволюции в Российской Федерации и, в общем-то, и по всему миру, как один из таких первопроходцев. И многие годы я про Владимира слышал про тебя. И потом, когда мы встретились уже на форуме живых городов в 2020 году, для меня это было очень приятное открытие, так сказать, по-простому скажу. То есть вот эта эрудированность, которую ты привносишь из абсолютно разных сфер знания о человеке, об обществе. Вот этот, я бы сказал, инженерный немножко подход. Я помню, что ты физтех заканчивал, правильно? Да, да. И вот это сочетание вот этой системности, глубины и при этом очень глубокой человечности, и я бы сказал еще, наверное, еще одно качество – это соединенности с глубиной бытия. Вот это уникальный набор качеств, и еще твоя способность все это реализовывать в разных артефактах. Ты и режиссер, и автор целого ряда фильмов, и множество книг, и своих, и, так сказать, других мастеров, создатель множества материалов, посвященных развитию человека. И в этом смысле для меня, несомненно, ты один из учителей, на кого я и равняюсь, и у кого я по мере способностей перенимаю какие-то крупицы знания. Вот поэтому мне очень приятно, что мы сегодня говорим. И я хотел предложить сегодня поговорить о таких вещах, довольно необычных для нашего общества, зима. Хотя, впрочем, зимой вот, помнишь, может быть, в школе, по-моему, были такие картинки, окно деревенской избушки, и там мороз рисует вот такие красивые узоры. Слежинки. Да, да, да. Прежде чем мы продолжим, я тоже маленькой Лаверды хочу сказать, что я о Льве Гордоне слышал тоже давно и знал, что у него замечательный проект в образовании, в сфере, в институте. А потом было много пересечений через Зохчен общину. И Лев был одним из организаторов, наверное, главным организатором Зохчен форума и множества инициатив, которые первый, наверное, в России начал соединять духовность, образование и масштабные социальные проекты. То есть, Лев, ты первый понял, что без духа никакие земные дела невозможны. И в этом смысле Лев, конечно, уникальный первопроходец масштаба Лютера в наше время. То есть, человек, который продолжает строить Царствие Божие на земле, вот в этой гуще нашей жизни, преображая ее, преображая, внося туда красоту, внося туда духовность, внося туда человечность. Поэтому я преклоняюсь перед твоим проектом и перед громадным уже коллективом живых городов. Искусство быть живым – это для меня тоже главное. Это значит, на моем языке, это быть реальным, у тебя быть живым. И столь масштабный проект он воодушевляет. Поэтому я счастлив сотрудничать, быть членом команды живых городов. А теперь давайте перейдем к нежинкам. Да. Мы вместе движемся действительно в одном направлении, раскрывая вот тот потенциал человека глубинный через эволюцию личностную, коллективную. И у тебя, я, наверное, у первого вот начал так обращать внимание на понятие красоты и важности искусства для личной эволюции. Я про это раньше не думал. Ну, то есть, есть вот Леонардо де Винчи, есть там, не знаю, Пикассо, Рембрандт, есть современное искусство. Но вот у меня как бы они стояли в стороне, а вот внутренняя эволюция стояла в другой стороне. И наблюдая, точнее, и смотря твои фильмы, разговаривая с тобой, и вот в лаборатории эволюционного искусства, которую мы с тобой Иваном Вырыпаевым, там, Олегом Лега и Претенславом Виногродским создали в живых городах, вот я стал постепенно, я честно скажу, я в самом начале пути чувствовать то, что ты несешь, что искусство, творчество и красота – это основа эволюции. Можешь немножко рассказать твое видение про эту сферу? С удовольствием. Для вот как бы упрощения пути я сошлюсь на знаменитую книгу Андрея Бергсона «Творческая эволюция». В 907 году она была опубликована, и через пару десятилетий Нобелевский варитет присудил Бергсону за эту книгу Нобелевскую премию. Бергсон – философ, но премия была присуждена за литературу, потому что, просто потому что философской Нобелевской премии не существует. И в этой книге Бергсон впервые, наверное, выразил вот теснейшую сокровенную связь эволюции, творчества, искусства. Он сам был великим литератором, писателем, и в то же время творцом и мыслителем. То есть творчество и развитие, творчество и эволюция – это две стороны одной монеты. Конечно, ситуация реальная многогранна, это многогранники, там у этой связи много сторон, там есть человек, там есть все наши ресурсы, там есть другие направления развития. Но это было понято позднее, должен был прийти новые гуманитарные знания, мы должны были пережить ужасы в истории, такие как Вторая мировая война, Холокост, для того, чтобы понять ценность человека, необходимость заботиться, выращивать. То есть вот эта экзистенциальная революция должна была произойти для того, чтобы возникли новые направления науки, интегральные, трансперсональные в широком смысле, процессориентированные, которые понимают очень остро и ясно важность духовности в нашей жизни, то, что наше развитие многомерно. Ну, например, в современном понимании в интегральном подходе говорится о вертикальном развитии, как бы снизу все выше и выше и выше, и это развитие не только математическое развитие, как понимали в Эру Пиаже и Выгодского, это развитие по десяти главным измерениям внутренней разумности или сознания, или психики, можно употреблять разный термин, то есть мы развиваемся логически, мы развиваемся эмоционально, эмоциональный интеллект чрезвычайно важен, мы развиваемся музыкально, мы развиваемся физически, телесно, политически, языковое развитие есть, проприоцептивно, то есть ощущаем внутренние движения энергии и так далее, То есть 10 главных линий развития. И, как оказалось, мы можем быть развиты, например, интеллектуально, но очень неразвиты морально. И так далее. Существует, как говорит Кен Вилбер, определенного рода диаграмма для каждого человека и свои законы развития. Вот многомерность вертикального развития, особые линии развития для мужчин и женщин, они тоже разные. Мы взаимодополняем и взаимообогащаемся. Затем есть развитие в отношениях обязательно. И отношения развиваются, мы знаем, как развивается наша любовь, как мы развиваемся в отцовстве и материнстве, когда у нас появляются дети, выращивая их. Это творческое развитие. Как развиваются наши дети. То есть вот отношения ребенок-родители в обоих полюсах претерпевают значительные изменения. Как развиваются наши отношения с друзьями, с сотоварищами. Да, мы выращиваем отношения. У нас есть препятствия, которые мы должны преодолевать. Сколько препятствий мы не преодолели, и поэтому отношения развалились. То есть вот отношения развиваются. Мы развиваемся в преодолении препятствий. У каждого из нас есть колоссальные препятствия, связанные с травмой рождения, с травмами детства, с травмами подросткового возраста, с травмами взрослого возраста. Потери, напряжение, стрессы, лишения, предательства, обманы, крах, связанный с социальными проблемами. Например, сейчас мы знаем, как на всех влияет ковид-ситуация во всем мире, эпидемия. Сколько семей разрушено, не выдержали испытания, тесные жизни. Сколько новых творческих проектов появилось из преодоления этих сложностей, творческого преодоления, использования позитивной стороны, связанной с колоссальным новым ресурсом свободного времени, который появился у человечества. И в масштабе Земли это невероятные ресурсы, невероятные возможности, если мы осознаем и используемся этим ресурсом. То есть у нас существуют колоссальные возможности развития, я использую такой образ мифический, Авгиевы, Конюшин, бессознательно. Мы помним, это 12-й подвиг Геракла. Поэтому мы все можем это сделать, помочь себе и убрать препятствия к росту, развиться в этом направлении, стать для себя своим собственным психотерапевтом. Это самый короткий путь к освобождению. Да, пожалуйста. Мне очень интересно, я тебя слушаю, я понимаю, что мне нужно сфокусировать сознание, потому что ты говоришь об очень глубоких и важных вещах. И через тебя такой поток идет, что мне нужно, понимаешь, настроиться на принятие, чтобы это все ассимилировалось, а не, грубо говоря, заливало меня неким объемом знания и ясности. И у меня вопрос очень простой для наших слушателей, кто слушает вживую и в записи. Я себе представляю два типа, понятно, их бесконечное множество, но два типа человека. Первый человек, который пробужден, он проснулся, он увидел, что внутри у него что-то есть, что он не просто ходящий, так сказать, манекен с паспортом и с определенной личностной историей, что в нем есть какая-то вот эта глубина. Мы потом это определяем как сознание, душа, дух, там множество разных уже измерений. Вот есть один тип людей, которые пробудились к тому, что они гораздо больше, чем то, к чему мы привыкли с детства и к чему нас учат в школе. Ну и таких людей, я не знаю точно, там, наверное, 5% на Земле может есть. И есть 90%, так сказать, обыкновенных, нормальных людей, у которых этого пробуждения еще не произошло. Вот то, о чем мы сегодня говорим, оно направлено и на тех, и на других, или только на один из этих условных, понятных типов? И на тех, и на других. И я сейчас через некоторое время дам полную картинку и объясню. Для завершения… Извини, пожалуйста, мне просто очень хочется сфокусировать, чтобы каждый слушатель мог увидеть себя в том, что ты говоришь, чтобы это было именно очень личностное. Вот я сижу где-нибудь сейчас в Воронеже или там, не знаю, в Оркуте, в Новосибирске, в Москве, и вот у меня там, не знаю, три ребенка, я мама, не знаю, трех детей без мужа, да, и я там, не знаю, парикмахер. Или я, например, какой-то предприниматель в Новосибирске, да, у меня какая-то компания по производству шуб. Или я IT какой-то программист, не знаю, в Петербурге, да, ну и тысяча других вариантов. И вот представь вот эти такие реальные немножко судьбы людей, там мне 20 лет, 40 лет, 60 лет, разные возрасты, разные, опять-таки, внутренний мир. Можешь вот найти какой-то универсальный вход, чтобы я почувствовал, что Владимир сейчас говорит и обращается ко мне и к моему жизненному опыту. Этот универсальный вход нам известен, он всегда с нами, и о нем говорят, ну, наверное, все духовные традиции, все великие учителя и все мастера искусств. Юнг обращал наше внимание на том, что творчество всегда связано с архетипом ребенка, каждому из нас. Это фундаментальный архетип. Архетипы – это то, через что мы видим мир, что окрашивает наше восприятие. И когда, например, в сновидениях появляется ребенок, когда мы невольно в жизни обращаем внимание на детей, это предвестие глубоких изменений в нашей жизни. Ребенок – это символ творчества. Игривость ребенка, спонтанность ребенка, свобода ребенка. Для ребенка все новое. Вспомним себя в детстве, как долго длился день и как много новых вещей каждый день было в этом дне. И вспомним, насколько резкий контраст между жизнью большинства взрослых и жизнью детей. Для нас очень мало каждый день нового, для нас как взрослых, я обобщенно говорю, потому что некоторые взрослые, конечно, живут в состоянии, гораздо ближе вот к этому состоянию ребенка. И каждый день повторяется. Мы живем в беличем колесе жизни, в повторяющемся дне сурка. И поэтому вспомнить, пробудить вот это состояние ребенка, и это означает распахнуть клетку, значит, приникнуть к творческому источнику. Поэтому для большинства людей просто игра с детьми, выращивание детей, наблюдение за детьми, позволение себе быть детьми в общении, на работе, ребячество. Что привлекает, например, нас в женщинах? Их игривость. Игра – это источник творчества. Недаром Бронислав Виногродский говорит, игра равняется творчеству. В своих книгах, беседах Вадим Демчок, другой наш великий современник, говорит тоже, что все есть игра. Йозеф Кезинга говорил о том, что игра – это хомо люденс, человек играющий, это основа всего. Поэтому больше играть. Что означает игра в сущностном смысле? Ну, во-первых, это жить на всю катушку, то есть максимально. Как живут дети? Они живут на всю катушку. Для них нет расщепления мира, размазывания в мире мира на будущее и прошлое. Они не одегущены цепями прошлого, сожалениями о чем-то, утраченными возможностями, горестями. И не попадают в плен бесплодных фантазий о будущем. Их энергия не размазана, она сфокусирована полностью в настоящем моменте. И поэтому они искрятся, живут на всю катушку, выражают себя. И что второе, очень важный элемент игры? Они в непрестанной связи и в живой обратной связи. Поиграть, спросите любого ребенка, давай поиграем. Реакция будет мгновенной. Давай, неважно во что, главное играть, потому что игра – это жизнь. Вот первый ход. И обратите внимание, чем больше игрового начала во взрослых практиках, тем они эффективнее, тем они приятнее. Недаром Георгий Петрович Щедровицкий создал целое направление, которое взбороздило гуманитарные науки, практики и социальные практики, социальную инженерию в Советском Союзе. Игровой подход и организационно-деятельностные игры. Я хорошо знаю и лично знал Георгия Петровича, участвовал в некоторых играх и помню, насколько это было революционно для того времени. И сейчас, чем больше мы включены в конкретную ситуацию, чем больше мы в контакте с собою, с людьми, с темой, чем мы живее в том, что мы делаем. Чем непосредственно и чем более живой, интенсивной обратной связи мы со всей командой, с окружением. Ведь здесь речь идет не только об эмоциональном интеллекте. Это всего лишь вторая грань, кроме интеллекта математического, формального. Вот мы добавили эмоциональный интеллект в бизнес, в социальные практики, и это уже как революция воспринимается. Но ведь кроме эмоционального интеллекта еще восемь основных интеллектов есть. Почему бы не добавить и это в наши отношения, в наше творчество, в нашу жизнь? Тогда мы действительно будем бурлить и жить на всю катушку. Исследования Google, проведенные недавно, тысячи самых продуктивных компаний, показали, что главный фактор успеха, номер один, это миссия, большая идея. То есть, если мы ограничены только зарабатыванием денег, мы пропали, мы никогда не станем большой компанией, большим проектом. А вот если мы служим человечеству, царствию Божьей на земле, общечеловеческим ценностям и интересам, вот тогда мы обречены на успех, потому что тогда мы получаем доступ к вселенским ресурсам. Человечество и вселенная помогает и поддерживает нам и способствует своему развитию через нас. Вот это дает, наверное, самые важные ключи. Ребенок внутренний, работа с ним, освобождение и любые практики, забота о внутреннем ребенке, игривости, помогание себе, наблюдение за детьми. Большая вот такая творческая педагогика в стиле Януша Корчика, моего самого любимого педагога, его гениальнейшая книга. Для меня это Библия педагогики и главная книга вообще в мировой педагогии. Как любить ребенка. Это ключ. Януш Корчик, великий польский педагог, дом-сирот, и он погиб в лагере Треблинка, пошел вместе со своими детьми, не бросил их. Он был великим всемирно известным писателем. Король-матуш первый, например, вот его детские книжки, серия. И по преданию офицер СС предложил ему спастись, знавший его книги. Он погиб со своими детьми, шел с ними до конца. У знаменитого барда Александра Галича есть цикл «Кадыш». Как раз вот 30-минутный Аяна Шекорчика, я горячо рекомендую. Это вот одно из моих любимых произведений вообще в мировой литературе и у Галича. Там есть замечательное стихотворение, я сейчас прочту тебе и нашим слушателям. Коротенькое. «Окликнет эхо давним прозвищем, и ляжет снег по кровам прянишным, Когда я снова стану маленьким, а мир опять большим и праздничным, Когда я снова стану облаком, когда я снова стану зябликом, Когда я снова стану маленьким, а мир опять запахнет, а снег опять запахнет яблоком. Меня снесут с крылечка сонного, и я очнусь от скрипа санного, Когда я снова стану маленьким, и мир чудес открою заново». Удивительный просто вот ключ к миру детства, к миру творчества. И потрясающий поэт Галич и Бард, конечно, он у истоков всего российского бардовского движения, как известно. Балич, Акок Джава и Высоцкий, вот заменитый троица в основе всего. Так вот, ребенок – ключ к творчеству для каждого из нас. И теперь вот мы могли бы как-то вот затронуть следующие темы, которые тебе интересны. Мне, знаешь, очень отозвалось, когда я записываю все, что ты говоришь, вот тут и внутренний ребенок, и игра, и многие-многие другие темы. Почему? Потому что хочется их больше исследовать. И у меня вот вопрос опять от наших, так сказать, слушателей, некоторые внутренние, потому что я со многими людьми общаюсь и вижу, ну, так сказать, разнообразие этих жизненных траекторий, путей, восприятий. Ну, и должен сказать, что людей, которые праздно вот так с огромным количеством времени пребывают и думают, как бы им заняться каким-то творчеством или искусством, но их меньшинство, да. То есть большинство людей каким-то образом кто-то интенсивно творит, и он постоянно или она постоянно заняты проектами. Кто-то выживает, пробуя, ну, в общем, получить ресурсы, чтобы детей накормить, в школу-садик отправить и так далее. То есть основной такой тренд большинства людей, ну, кого я, по крайней мере, вижу в моем картине мира, это люди достаточно заняты разными делами – бизнесом, каким-то воспитанием детей и массой других вещей. И вот мне очень интересно, как пробуждение внутреннего ребенка, тяги, склонности, способности к искусству, творчеству – это вот нам в жизни, это нам нужно выделить час в день и там этим заниматься, или там неделю, день в неделю, или мы можем каким-то образом интегрировать это в нашу постоянную жизнь и практику? Вот как ты это видишь изнутри, так сказать? Я думаю, что для того, чтобы вот наше занятие творчеством, искусством, созиданием нашло правильное место в нашей жизни, не нужно вот какие-то регламенты – одну минуту, час там или вся жизнь. Я думаю, что для каждого из нас это органически, естественно, будет выращено в соответствии с нашей ситуацией, нашей жизнью. Но для того, чтобы это было органично, для того, чтобы внутри каждого из нас вырос сад эволюционного искусства, поддерживая все наши проекты, все наше развитие лучами красоты, сиянием прекрасного, освещая красотой все, что мы делаем и всем, чем мы живем. Для того, чтобы мы были естественными мастерами этого сада, то есть садовниками этого сада, которые выращивают этот сад в соответствии с своей ситуацией. Например, я бизнесмен, я домработница, я айтишник, я социальный работник крупный, я, например, делаю большие какие-то проекты в политике, или я конструктор какой-то передовой техники. Для того, чтобы красота светила и помогала, и для того, чтобы я лучше выражал себя, нужно понять одну маленькую вещь, всего лишь понимание, то есть большая картина того, что такое искусство в нашей жизни и красота. Что это такое? Вот смотри, мы все живем в скафандре под названием человеческое тело, и это наша внешне-материальная граница, и мы можем проявиться для других людей и проявляемся только через это тело. А это означает, что другие люди воспринимают только то, что мы способны выразить. Вот она человеческая ситуация. Поэтому только то, что мы выражены, в общую топку человечества, в общий эволюционный ресурс поступает. А вот все, что мы не выразили, это осталось в нас. И в той степени оно помогает нашему развитию, в какой степени оно нашло язык, потому что мы осознаем только то, что можем выразить на каком-то языке. Поэтому первое, не нужно ограничивать себя в языках выражения, то есть нужно владеть и языками логики, и языками критического мышления, и всеми другими конвенциональными языками, в том числе языком обычной жизни, сленгом и теми техническими языками, специфическими, которые составляют главную стезю нашей жизни, профессиональные увлечения и работу. Но, конечно же, языки искусства, языки духа, языки религии, разные языки, недаром столько языков в искусстве, потому что нам нужно выразить себя. Само искусство – это крик и стремление человеческой природы выразить себя во всей полноте. И именно эту функцию, именно этим оно и занимается последние 50 тысяч лет – выразить себя и создать общечеловеческую реальность. И… да, пожалуйста. Извини, ты как закончишь, я подхвачу. Хорошо. Значит, и поэтому у нас мы обречены на выражение. Как говорил мой один из любимых поэтов французских, Поль Элюар «Молчальники врут, говори». Я просто взбешен от того, что слова мои лгут, заблуждение рождаемое, дорогая. Да, невозможно выразить себя, но мы выражаем, 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 делаем еще некоторые шаги. Поскольку каждый из нас живет в ясном понимании ситуации невозможности полностью выражить себя, мы понимаем друг друга и понимаем через невозможность то, что мы хотим выразить. Вот такая ситуация. Поэтому не нужно никогда останавливаться и подать внимату, выражать, выражать и еще раз выражать. Вот это и есть… для нас у этого у нас есть ресурсы, то есть состояние Творца, искра Божья, каждая из нас, которая вошла в общечеловеческое понимание с рождением мировых религий. Я думаю, что суть мировых религий состоит в том, что каждый человек может стать богом. Пожалуйста, пантеоном Шивы в индуизме, стать вот этим космическим потоком в даосизме, стать абсолютным источником всего и вся, шуньятой, безначальной потенциальностью, выражающей бесконечностью, стать верховным, всеобъемлющим источником в монотеистических религиях, юдаизме, христианстве и исламе. То есть в нас есть эта возможность. У нас есть четыре главных пути к высшему, которые очерчиваются мировыми религиями, и есть серединный путь, обнимающий все эти религии, как некая религия будущего. Эта идея тоже с древних времен присутствует во всех мировых религиях, как их мистическое измерение. И в современных исследованиях, например, Кена Вилбера, который тоже очерчивает такой серединный путь в своих последних работах интегральной буддизмы, будущей религии. Так что это несомненно. В нас есть семя творца, и мы обязаны выразить себя. Поэтому мы должны выражать себя, и лучший инструмент выражения себя – это искусство. Почему? Потому что оно абсолютно демократично, оно доступно всем. Мы выражаем себя, начиная с первого вздоха, мы кричим – это уже выражение себя, нашего состояния. Не на языке, а мы выражаем на языке бытия. И нашим родителям понятно. До одного года мы говорим только слога в среднем. И первый слог, который у нас есть – это «ма». Почему? «Мама» – универсальное слово во всех языках, которые понятны всем. Да потому что главный крик – это «а». Естественно, нет никакого напряжения артикуляционного аппарата «а». Недаром это символ изначального состояния в дзакчении и в ряде других духовных традиций. Без напряжения, абсолютная свобода. Но если губы ребенка сомкнуты, и он произносит «а», то получается «ма». И когда губы распахиваются, расширяются, получается «ма». Ну, естественно, любящая, кормящая женщина. «Ой, мой любимый, да-да, это я, мама, мама, ты говоришь со мной». То есть недаром вот из этих простых вещей ткется основы общечеловеческого языка, понимания, выражения, творчества. И в своей основе, конечно, наш язык невербален, наш язык эмоционален. Ими поэтому это основа универсального языка выражения, языка искусства, эмоционального интеллекта. Очень хочу тебя подхватить. Для меня многие вещи являются открытием. Например, ты сказал, что искусство – это максимально демократичная, то есть доступная всем форма. У меня всегда, всю мою жизнь было другое ощущение, что искусство, не то чтобы оно элитарно, но оно для особых людей, кто умеет рисовать, кто умеет. То есть я себя никогда не ассоциировал с искусством, пока тебя не встретил, собственно. То есть для меня искусство – это было что-то хорошее, но сбоку. И в этом смысле я слышу тебя, я понимаю, что я был, конечно, неправ. И вот опять, глядя на мир глазами тех, кто нас в том числе слушает, у меня такой простой вопрос. Вот мне стал интересен, я слушаю, внутренний ребенок, я чувствую, что вот это спонтанно играющее невинное любопытство, вот эта энергия жизни, которая через меня проистекает, я как взрослый человек, опять в разных ситуациях, я как бы все, конечно, подзакрыл. Там сложности, стрессы, ожидания, маски социальные, что от меня ждут близкие, далекие люди. И вот, соответственно, я как лев или любой другой человек, который нас слушает, вот, ну, я думаю, что у всех вот эта подзакрытость, она присутствует. – Да, это типичная вещь для взрослых людей. – Первый момент, соответственно, искусство и творчество, я слышал, что оно терапевтично, оно помогает мне исцелиться и стать более целостным, вернуть себе целостность. Причем не научиться технике, да, а научиться проявлять то, что во мне и так могло бы проявляться, но что я все прикрыл, там, зажал и так далее. Это первый момент, хотел вот обратно вернуть. – Абсолютно верно. – То есть демократичный. Второй момент меня очень поразил, то, что ты сказал, что выражение, да, экспрессивность, выражение, оно важно, и я вдруг сейчас тоже никогда пропинул, я человек такой, ну, интроверт, как я себя называю, более-менее закрытый, поэтому мне и внутри хорошо. Вот я сейчас понимаю, что выразиться и для меня, и для многих людей, понятно, страшно, там ты знаешь наверняка, что у большинства людей страх публичных выступлений выше, чем страх смерти. Страх оценки, да? – Помню, и это время, да. – Да, и это же, это как раз страх, если я выражаюсь, как меня оценят, что бы мне подумают, не буду ли я нелеп, когда я танцую или там рисую. Вот, и тут я еще добавлю еще один вызов в нашей стране, ну, там, с несколько нездоровой, так сказать, сложившейся системой социальных отношений, где, ну, исторически, десятилетиями, а может быть и столетиями присутствовал вот этот «не высовывайся», да, то есть, там, при смене режима, там, сто лет назад и так далее. Вот как мне опять, как, ну, непродвинутому какому-нибудь практику, вот, ну, нормальному живому человеку со своими, там, фобиями, страхами, неосознаваемыми, как правило, вот как мне сделать этот шаг и начать рисовать, танцевать и всяко-разно, по-другому это условно проявлять вот свою творческую, экспрессивную природу, как мне перейти через вот этот страх самовыражения, который, собственно, ты говоришь, что это и есть дорога, нужно выразить себя, а как? Вот можешь что-то посоветоваться? Я думаю, что ключом здесь является ключевым помощником понимания или знания каждой нашей человеческой ситуации и понимания того, что искусство является действительно универсальным инструментом эволюции, инструментом развития. Я сейчас очень коротко это поясню. Почему для каждого из нас искусство является высшей эволюционной практикой? Потому что развиваться, это означает расширять диапазон восприятия, это означает дифференцировать. В чем успех, например, инструментов Кена Вилбора по сравнению с другими, преимущества по сравнению с другими интеллектуальными подходами в гуманитарной области? Да потому что он дал новые измерения развлечения через свою систему интегральной навигации, намного большая детализация, более богатое исходное представление и плюс он показал дальнейшие пути развития для каждого человека этих представлений под необходимые задачи, то есть неограниченный инструмент дифференциации. Как мы воспринимаем мир? Ну, как известно, мы мир вместе рожденный, мы воспринимаем через себя, через свой опыт, через свои знания, через свои проблемы, через свои ограничения, через свои установки. И, грубо говоря, если у меня есть только черные и белые, я и тебя буду видеть только в этом стиле. За или против? Плох или хорош? Взять в горы или не взять в горы? Если у меня представление о человеке, например, 10 измерений внутри меня, у меня они есть, я себя так могу видеть, то я и других людей буду видеть по этой шкале. Но если у меня миллион измерений, оттенков, градаций, человеческой семьи, человеческой комедии, настроения, взаимоотношений, то я и других людей буду видеть в этом аспекте. У меня будет миллион оттенков любви, миллион оттенков ненависти, миллион оттенков возвышенного, миллион оттенков экстаза и так далее. То есть, а если я в контакте со своей, как говорят, духовной традицией, изначальной природой, бесконечностью, то этой бесконечностью будет озарено все мое восприятие. Я людей буду видеть в этом свете, в божественном свете. И это послание Индии, между прочим. Я в любой ситуации, если я в этом состоянии просветления, то есть контакта со своей бесконечностью, истинным состоянием, в любой ситуации буду видеть бесконечное количество возможностей и решений. Я не буду ограничен своим узким восприятием, клеткой, в которой я живу. А бесконечность – это и есть красота. То, что мы видим, когда мы видим произведение искусства, говорим, боже мой, как красиво! Что при этом происходит? Почему красота в глазах смотрящего? Мы через Джоконду, мы через братьев Карамазовых, мы через скульптуры Родена, мы через записи Битлз входим в мир Битлз, в мир Родена, в мир Гогена, в мир других деятелей искусства, художников, артистов, музыкантов. В их бесконечность, который является источником произведения. Поэтому красота, настоящая красота – это красота мира художника, это красота источника, из которых создано произведение. И великие произведения искусства помогают нам раскрыть это состояние в нас самих. То есть они врата к нашей собственной бесконечности. Они помогают устанавливать контакт к ней. Да, пожалуйста. Потрясающе! Я тебя слушаю. Ты для меня реально сегодня раскрываешь… Мне 47 лет. Для меня красота, во-первых, всегда была уже, чем то, что я слышу от тебя. В смысле, я ее чувствую, я ее вижу, я ее воспринимаю. Я думал, что красота равно гармонии раньше. Но когда сейчас я от тебя услышал, что красота равно вход в бесконечность, я это почувствовал впервые, наверное, в жизни. Поэтому огромное тебе спасибо. Это во-первых. И я тут же соединяю это с некими социальными практиками, проектами, активностью, которые большинство людей ведут в этой жизни. То есть мало кто сидит в ретрите. Большинство людей как-то активны. И большинство людей работают, прямо скажем. И мы сейчас исследуем такое понятие, как новая креативная экономика, в основе которой лежит простой аксиома, тезис. Что каждый человек имеет доступ к огромной творческой энергии. С рождения, там каждое мгновение через нас течет вот эта энергия Вселенной. И те из нас, кто научаются ее чувствовать и проводить вот теми живыми способами. Иногда это креативность в проектах каких-то коммерческих. Иногда это творческие активности, ну, так сказать, классическое творчество, как его воспринимают большинство людей. Иногда это творчество во взаимоотношениях. И вот, соответственно, способность в нашей повседневной жизни наполнять ее творчеством, слушая тебя. Я понимаю, что это рождается из способности почувствовать и вновь, возможно, познакомиться со своим внутренним ребенком. А это некая психическая энергия в нашем поле, так сказать, бытия, соприкоснувшись с которой мы становимся более любопытными, живыми, спонтанными, игривыми, невинными. И проживая эту энергию в наших реальных обстоятельствах, не в мастерской у художника, где он меня учит, линию рисовать, а в моей жизненной мастерской. Я в мастерской моей жизни, будучи в соприкосновении со своим внутренним ребенком. И все больше и больше, учась видеть все происходящее, отношения с моей дочкой, с моей супругой, моими партнерами по проектам или работе, видя все это как некий такой божественный спектакль, скажем, или такое проявление вот этой бесконечной творческого потенциальности в жизни, а не просто какие-то материальные вот такие события, я начинаю, во-первых, освобождаться от тяготы вот этого материального бытового такого сознания, и у меня появляется свобода проявлять новые варианты отношений с супругой или с дочкой, да, у меня есть дочка. Или в проекте я нахожу креативные варианты решения той или иной ситуации. И, соответственно, внутренний ребенок видит все как божественное, и освобождение вот этой энергии из состояния скованности, зажатости, перевод ее в состояние текущести и прикосновение вот к этому, то, что ты назвал, состояние связи с бесконечным, о чем там мировые религии или традиции духовные говорят, что есть что-то большее. Соответственно, когда я в простых бытовых вещах привношу туда вот это состояние, а этому, видимо, нужно научиться, и мне там, возможно, и другим людям, то тогда, находясь в этом внутреннем состоянии, я вдруг становлюсь более продуктивным, более креативен, я нахожу более сильное решение в сложных где-то ситуациях. Правильно ли я тебя слышу? Прежде всего, я хочу сказать, что мне невероятно приятно слушать и вообще воспринимать, как красиво ты объединяешь, и как красиво ты строишь вот такой сад из материала общения, упорядочиваешь, такие эмоциональные сигналы, интеллектуальные вещи, духовные вещи, и даешь обратную связь. Это действительно, я восторгаюсь твоим талантом, вот собирать и выстраивать такие стройные сады. И, конечно же... Ты не ошибаюсь, да? Да, конечно, конечно. Очень здорово. И, безусловно, то, что ты дал обратную связь и суммировал, так оно и есть. И красота является самым простейшим путеводной нитью в наших делах. Если, например, отношения некрасивые, это знак чего? Знак того, что нам не хочется, нам это не нравится. А не нравится на психологическом языке означает, что мы бессознательно не хотим с этим отождествляться. А если нам нравится, мы хотим с этим отождествляться. Это означает, мы хотим сливаться с человеком на всех возможных уровнях, передавать, выражать себя и убирать его. И вот паролем к этой практике объединения, выстроению консенсуса как раз и является красота. Если красиво, это нас тянет. Если красиво, мы воспринимаем. Красота распахивает сложные вещи. Это пароль ко входу в любые миры. Именно поэтому искусство – высшая эволюционная практика. Она помогает нашему персональному развитию. И искусство – это также, наверное, самый мощный инструмент странствия по душам. Потому что даже если мы достигли индивидуального просветления, реализовали собственную истинную природу и бесконечность в мире, на планете Земля, еще 8 миллиардов людей, которые со своей историей, опытом и практикой бесконечности и следующее направление роста, развития для каждого из нас – это обмен своим опытом бесконечности на планете Земля, вбирание жизни, знаний, языка других людей и передача своего. И это делают художники. Они помогают нам странствовать по мирам человечества, по переживаниям. Именно поэтому наши дорогие друзья Ваня Варипаев, Вадим Демчук в мире театра, кино являются провозвестниками и активнейшими. Бронислав Виногродский, да, он же художник, поэт, исполнитель, актер. И мы знаем, что скоро выйдет фильм по Пелевину, где он важнейшую роль играет тоже. Так что искусство – это, наверное, самый важный инструмент. И я использую метафору, которую ввел великий русский философ Лев Шестов, живший в Киеве, евреи, женатый на православной, изгой в своем обществе и величайший, один из моих самых любимых российских философов. «Странствие по душам» – название его ключевой книги, по-моему, 1908 года, это ключ к творчеству Лева Шестова. И это для меня как раз описание сущности искусства. Это высшая эволюционная практика, доступная, демократичная, доступная нам с самого рождения. И это странствие по душам. А также искусство – это способ преодоления смерти. Творчество – это преодоление смерти. Это возможность, дарованная нам, преодолеть ограничения нашего тела, нашей жизни, нашей конечности и стать доступным человечеству во все времена. Поэтому просто у нас нет, я считаю, другого пути. И я страстно хочу поделиться своими открытиями и вот теми знаниями и практиками, потому как жизнь каждого человека может стать намного более творческим. Независимо от того, чем мы занимаемся, независимо от нашей расы, пола, религии, образования, я убежден в том, что каждый человек прямо там, где он живет и там, где он занимается какой-то профессией, может раскрыть очень быстро своего творца, артиста, художника, выразителя. По максимуму внести красоту во все измерения своей жизни. Но это индивидуально, потому что каждый из нас – садовник в своем саде. Вот красоты, творчество, эволюционное искусство. Но самое главное – это возможно для каждого из нас. Есть несколько препятствий. Я о них подробно буду рассказывать в курсе фундаментальных и о том, как их преодолеть через знания и практику обязательно. Поэтому я убежден в том, что очень скоро, лет через пять, не больше, у нас будут десятки миллионов гениальных творцов на планете Земля. И это радикальным образом изменит всю ситуацию. Если сейчас у нас, например, в мире искусства порядка тысячи общепринятых гениальных творцов, то представь себе, что будет, если 10 миллионов, а может быть 100 миллионов людей каждый день будут творить в отношениях, в доме, на работе, в быту, во всех видах жизни и искусства. Мир станет наполнен произведениями, которые для каждого, для всех других людей ключами вход. И для друг друга являются высшей эволюционной практикой, возможностью странствовать по душам всех людей. То есть это будет, я думаю, величайшим катализатором жизни и всех социальных проектов. Вот моя высокая мечта. Спасибо огромное, прям очень вдохновляюще. Вот мы с супругой, если можно, тоже запишемся на твой курс. Он, по-моему, 1 марта начинается. Да-да-да, я буду счастлив. Тоже такие замечательные подвижники. Я тут покажу. Супруга посетила в свою мастерскую. У нее здесь, у них с дочкой творчество такая. Я, конечно, менее творческий, я сюда захожу только в редкие случаи. А в основном это их пространство. Замечательный творческий беспорядок, куча цветных карандашей сразу я вижу. Да-да-да, буду чаще. Я к чему? Я вот сейчас просто, ну, наверное, это мы уже на курсе обсудим. Но вот я, опять, мне очень интересно, как вот, ну, то, что называется, обыкновенный, средний человек может войти вот на эту стезю. И я вот еще почувствовал, даже вот не нужно сейчас, может быть, комментировать, это я просто в общее поле выкладываю задуматься. Потому что я понимаю, что чтобы творить, ну, в моей жизни, да, в отношениях творить, в делах творить, там, в каких-то, в искусстве творить, мне нужна энергия. То есть, когда я уставший, в стрессе, ну, и так далее, то у меня туда, ну, не идет. То есть, я как бы зажат, я пробую выжить, там, дожить до конца дня, там, отдохнуть, начать новый день сначала и прочее. И, соответственно, вот это для меня большой вопрос. То есть, я понимаю, что когда человек обладает временем и энергией свободными, то он легче вступит на эту стезю. Но когда и большинство людей, мне кажется, сегодня живут в состоянии стресса, большинство людей, такого избыточной нагрузки от нас, мир требует больше, чем мы из-за нашей закрытости, возможно, способны туда дать. То есть, если раскроемся, то мы, конечно, справимся с любыми обстоятельствами. И вот мне очень интересно будет на курсе, вот в том числе вот про это, ну, исследовать, и наверняка про это будешь говорить. То есть, где брать энергию или как управлять своим состоянием для того, чтобы входить в состояние творца, там, человека искусства, человека, вот, реализации нашего вот этого глубинного творческого потенциала. Поэтому спасибо. Мы обязательно эту тему подробно рассмотрим на курсе, я буду отвечать на все вопросы, потому что структура курса, он длится у нас шесть недель. Я буду делать каждую неделю две моих базовых беседы с домашними заданиями, упражнениями, рекомендованными литературой, фильмами для тех, кто хочет идти дальше. Можно ограничиться и просто моими беседами, но если есть желание, можно идти дальше. Я рекомендую самые интересные литературы и фильмы. И можно, вернее, нужно обязательно делать домашние задания и упражнения, потому что без практики мы не сможем продвинуться дальше. Это конкретные вещи. И я также, у нас в курсе будет шесть вебинаров двухчасовых, и последний вебинар, шестой, я не ограничиваю во времени. То есть отвечая на все вопросы, подводя итог и давая направление для самостоятельной работы. Это самое главное. То есть передать все, чтобы все выпускники могли дальше двигаться самостоятельно, чтобы у них было абсолютно все для того, чтобы дальше развиваться и делиться этим с другими людьми. Только так можно посеять вот такой сад эволюционного искусства, отдавая все без остатка, не сохраняя никаких тайн на будущее. Поэтому я поделюсь всем, чем знаю. И также будет 12 моих интервью с мастерами искусства, с творцами, как бы с разных сторон, чтобы передать поле. Ну и, конечно, каждый имеет свой богатый опыт искусства, творчества, восприятия искусства. Нам многие вещи нравятся. Мы читали какие-то книги из серии «Жизнь замечательных людей» и многие другие. Так что у каждого из нас есть тоже свой богатый опыт. И, конечно же, вот самое главное препятствие, я прямо сейчас скажу всем, с чем связана нехватка энергии. Есть такая история из жизни Толстого и Рериха. Рерих, как известно, был также и художником-передвижником, участвовал в выставке. И вот на выставке 1908 года молодой Рерих выставил несколько своих картин. И уже опытный пожилой дед Лев Толстой застрял около одной из картин. Гребец. Через бурную реку около средневекового города наутлой лодке неистово гребет поперек течения, стараясь пристать к городу гребец. И Лев Толстой смотрел, затем повернулся к молодому Рериху и сказал, хорошо гребет, только нужно брать выше, жизнь всегда сносит. Поэтому ключ к здоровью, к творчеству, к энергии – брать выше, не ограничиваться. Максимальные цели. Максимальные во всем, что мы делаем. Продумать и по максимуму делать. Высокая мечта. В каком-то смысле это романтизм, идеализм, но без этого мы ничего не сделаем. Надо брать выше. И вот тогда по нашим задачам, по нашим целям Вселенная даст нам то, что нужно. И знания, и конкретные практики. А конкретных практик тоже очень много, работы с энергиями. И новейшие открытия нейронаук, диетология. Есть тоже, я рекомендую, потрясающие вещи, которые позволят с помощью этих инструментов поднять уровень энергии. Психологические инструментарии. Как мы можем удалить и устранить те потери, которые возникают из-за травм, из-за неразрешенных проблем и отношений. И как получить доступ к духовным источникам энергии, распахнув, не через какую-то эзотерику, а просто распахнув себя, вот той бесконечности, которая пронизывает все и есть во всем. То есть практикуя духовность в ежедневной и повседневной жизни. Всегда и везде. Не ограничивая себя. Вот это очень коротко ключ, наверное, к тому, чтобы обеспечить ресурсами свое творчество. Я прямо и потрясен. То есть такое богатство у нас сегодня даже в коротком диалоге. И очень прошу тебя, мы запускаем сейчас такое сообщество, живые города, как некую такую плотную среду общения, коммуникации, кооперации. И там будут разные треки тематические. И вот мне кажется, что очень важно запустить трек, связанный с творчеством, с искусством. И я тебя приглашаю туда одним из, кстати, со-кураторов. Потом это уже обсудим. А у нас, интересно, 15 апреля будет форум «Всероссийские счастливые города», где мы будем как раз смотреть, а что создает среду для счастья в городах. И слушая нашу сегодняшнюю дискуссию, понимая, что в пространствах, где есть место для искусства и творчества, это точно пространство для счастья. Абсолютно. Это одна из любимых моих тем тоже. Счастье и пути к счастью. Одна из самых-самых. И у меня тут тоже есть кое-что сказать в связи с искусством особенно. Так что как раз… Спасибо за это предложение. Я с удовольствием… По итогам курса можно будет там как раз какую-то выжимку или наоборот какую-то суть поделиться. И, по-моему, около 20 мая мы проводим первый в России форум «Новая креативная экономика». Именно про то, о чем мы сегодня говорим. Как в человеке раскрыть вот это творческое, созидающее начало. То есть экономика созидания, экономика творчества, экономика проявления нашего потенциала в разных формах создания благ и ценностей в нашей жизни. Поэтому приглашаю тебя как спикер, ведущего, мастера. Спасибо. Спасибо за сегодняшнюю беседу. Спасибо, Лев. Спасибо, дорогие слушатели нашей беседы. До скорых встреч на форумах «Живых городов». И кто захочет на нашем курсе для сообщества «Живых городов», там будет специальный промокод со скидкой на 10% на любые уровни этого курса. Спасибо большое. Всего доброго. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok